Доброе утречко! У нас уже, мне кажется, практически 10 часов утра. Я проснулась уже достаточно давно, вот, но ничего я вам не снимала, потому что я, короче, ходила на пробежку. Я насмотрела всяких роликов, типа, как все такие красивые, бегают по пляжу и подумала, что надо попробовать. Вдруг я после этого полюблю бег, но этого, конечно, не случилось, но на пробежку и выбежала. Ну вот. Если что, вот такое у меня было видео в инстаграмчике. Подписывайтесь на мой инстаграм уже, в конце концов. Мы сейчас пойдем в центр Тревьехи, поскольку мы уже сегодня побегали, можно себе позволить парочку кусочков тортиков, я считаю. Вот, поэтому мы пойдем туда и немножечко погуляем по Тревьехе. Ой, сегодня такая красота! Одно удовольствие, на самом деле, гулять, потому что достаточно сильный ветер, вот, и так оно обдувает хорошо, и еще облачка. Соответственно, ты идешь и как бы все время в тень попадаешь. Блин, тут так много народа на пляже, это просто жесть, сейчас покажу. Вон, смотрите, все зонтиками утыкано, все-все-все-все-все. Можно я просто ничего не буду говорить? Мне кажется, что это будет очень вкусно. Как вы думаете? Мы думаем, да. Это был самый вкусный морковный торт, который я когда-либо пробовала. А сейчас мы будем есть кроссан. У мамы с Юлей кроссан с Филадельфией и Лососим, а у меня с мармеладом и сливочным маслом. Это место рискует стать моим самым любимым в Таревьехе, потому что это было очень вкусно и достаточно дешево. Вот, например, мой кроссан стоил 2,5 евро всего, хотя это был кроссан, сливочное масло и джем. Мне кажется, что они стоят гораздо дороже, по крайней мере, в Питере, вот. А у Юли с мамой там было огромное количество рыбы и кроссан стоил там 3,9, ну, 4 типа группа. Вот, ну, короче, это здорово. Вот, сейчас пойдем по магазинам. Мы зашли в какой-то аутлет. Короче, я взяла два магнитика с Паэльей и с каким-то веером от Фламенки, как будто бы. Пять открыток. Не знаю, думаю, что разыграю, наверное, их в Инстаграме. И, смотрите, и две таких вот тарелки. Короче, этому аутлету лайк. А так вообще выглядит все как рынок небольшой. Вот так, это много-много-много-много-много-много всяких штук. Гадайте, где мы? Мы снова едим и пьем на этот раз. Мы взяли овощную Паэлью. В этом месте, наконец-таки, есть овощная Паэлья. Я попробую не ризотто, а овощную Паэлью. Резовая вина. Вы посмотрите, какая огромная. Вот. Ну, нет. Положи свою руку. Блин, так здорово, что есть овощная. Мне все пока. Мы, блин, не съели и половины. Сейчас попросим взять с собой, и у нас будет такой же прекрасный ужин. Юль, покажи татуировку свою. Я про нее еще не рассказывала во влоге. Смотрите, какая красивая татуировка. Можно позволить... Позвольте, я напомню, что это я была сложным подростком. Сейчас уже следующий день. Паэлья настолько сильно, мне кажется, нас всех утомила. Все наши силы были брошены на переваривание. Поэтому я больше ничего не снимала в этот день. Сейчас, на самом деле, уже последний мой целый день в Испании. Вот. Так что сегодня я уже даже буду собирать вещи. Вот. И это немножечко грустно. С другой стороны, я уже соскучилась по дому. Соскучилась по кости. Еще меня бесят волосы во рту. Я, на самом деле, очень сильно жалею, что не снимала такой полноценный влог в Мадриде. Потому что там было очень много контента, который можно было бы снимать. Но я что-то не подумала об этом. Вот. Но я снимала там много историй. Мы сегодня идем опять в то место, в котором я уже завтракала в этом влоге. Место, которое... Называется Лолита. Мы уже заказали завтраки. Нам принесли. Это смузи дня. Он, мне кажется, с кокосом. В такой миленькой бутылочке. Мне нравится. Вот. И у меня кофе с молоком. И у меня испанский завтрак. Какие-то... Пи-пи-пи-пи-пи. А у Юли завтрак с яйцами пашот. А у него есть какое-то особое название? Хорошо, испанский. Да, у меня испанский завтрак. Бенедикт. Не, яйца Бенедикт прям. А, завтрак. Только посмотрите, какие огромные завтраки. Вот у меня испанский. Правда, тортильи не было, поэтому это просто омлет. И у мамы Юли тоже очень красивенько все. Юля, ты готова есть? Ой, это было очень сильно вкусно. Но я настолько сильно наелась, что я теперь немножко не знаю, как жить. Вот. Сейчас идем на почту отправлять открытки подписчикам, которые участвовали в интерактиве, в инстаграме. И поставили мне первый лайк. Вот. Если коротко сказать. Короче, пять человек получат от меня открыточки, и мы идем отправлять их. Мы отправили открытки. На почту снимать было нельзя, поэтому все, что удалось снять, это вот этот вот моментик. Короче, открытки отправлены, и мы сейчас идем в торговый центр. Что за тема? Почему здесь так много куриц и петухов? Скажите мне. Что ты здесь делаешь? Скажи мне. Бунутки и петухи. Ей-богу, как будто в России так и осталось. Мы сходили, купили мне платье, кроссовки и очень крутые штаны, типа карго. Я забыла, как называется эта модель. Но мы приедем домой, я покажу. Вот. И сейчас закупились немножечко продуктами. У нас, получается, уже послезавтра будет тусовка, посвященная Костиному дня рождения, с всякими хамонами и всякими паэльями. Докупили вон целая корзина. Но тут, правда, не все. Я веду себе, потому что, не знаю, что-то я боюсь, что меня не пропустят на границе. Надеюсь, что все будет ок. Сейчас поедем домой. Сейчас покажу вам, что мы купили в результате в Заре. Так. Вот такие штанцы. Потом вот такое бежевое патье, как халат. Сейчас. Тут очень глубокий вырез. И это очень на меня не похоже. Вот. Но я решила, что нужно взять. И моя новая вечная любовь. Эти кроссы. Я очень хотела такие, типа, агли кроссы. Но более аккуратненькие. Вот. И эти, они такие мне кажутся очень прикольными. Потому что тут и белый, и серый. И вот этот рисунок. И, ну, по крайней мере, и со штанами очень хорошо смотрелось. И с платьем тоже очень здорово. Мы уже садимся обеда ужинать. У мамы с Юлей еще кусочек рыбки. Вот эти всякие вкусности. Мы думали, что это оливки с чесноком. И только сейчас мы поняли, что это оливки с медалем вообще-то. Вот. Здесь печеные овощи. Скинула какая-то котлетка. И это паста из цукини. Вот. Вы сейчас не представляете, что я буду делать. Вот уж никогда бы не подумала, что буду говорить о таких вещах на камеру. Поэтому это самое. Действительно рекомендую вам опасаться от того, что я сейчас собираюсь сказать. Короче, я сейчас буду первый раз в жизни вставлять менструальную чашу. Масушка природы, все ради тебя. Я, короче, очень сильно боюсь. Но Юля меня очень сильно агитирует и говорит, что нужно избавляться от пластика в своей жизни. Вот. И менструальные чаши это вам лав. Так что попробуем. Вот этот человек сейчас будет пробовать вставлять менструальную чашу. Это я, кстати, человек с менструальной чашей. Вомни, в райт нау. Так вот, вот этот человек собирается сделать это впервые. Все, я пришла. Мы желаем ей удачи. Природа, это ради тебя. Давайте будем стоять за дверью и просто наблюдать. Здесь, пожалуйста. Окей. Давай. Будет у него. Так, я солькую, как ты сказала. Угу. Я боюсь. Так, еще раз. Мне нужен совет. Не отстань. Два. Два. Не отстань. Ха. Круто. We are the champions, my friend. Я не знаю. Я пока не поняла. Ты чувствуешь? Вроде нет. Но понимание-то есть. Не вернусь к вам позже. Игорь. Субтитры сделал DimaTorzok